В начале 1939 года командование «Кригсмарина» приняло программу усиления флота, известную как «Планцет». Замысел германского руководства поражал своей грандиозностью и амбициозностью, хотя и не был нов. Только представьте себе, могучая армада из десяти новейших мощных линкоров, полусотни крейсеров от лёгких до линейных, целые орды эсминцев, подводных лодок и четырёх авианосцев должна была смести Британию, владычицу Марий Строна, и утвердить господство Германии на морских просторах. Как мы все уже знаем, этого не произошло. Осенью 1939 года «Планцет» начал рассыпаться на части, оставив нам довольно интересные артефакты. Например, проект линейного корабля типа Х-39, на основе которого конструкторы World of Warships создали линкор девятого уровня «Помирание». Направление мыслей германских конструкторов понять довольно несложно. Построив в середине 30-х годов очень удачный линкор «Бисмарк», в разработке следующего проекта — «Тип-Х» — они пошли по пути увеличения водоизмещения, что позволяло разместить на корабле столько же орудий большего калибра — 8 406-мм в четырёх двухорудийных башнях. При создании «Помирания» разработчики нашли альтернативу и установили четыре специально спроектированные трёхорудийные башни с 380-мм пушками, такими же, как и на «Бисмарке». Благодаря своим характеристикам эти орудия очень эффективны на средней дистанции боя и могут наносить бронебойными снарядами весьма серьёзный урон даже высокоуровневым линкорам. Стоит отметить также преимущество стрельбы осколочно-фугасными боеприпасами. В некоторых ситуациях эти снаряды позволят нанести неплохой урон, например, идущему носом противнику и вызвать пожар на его корабле. Я чуть ранее говорил об эффективной дальности стрельбы. Во время жаркого сражения зачастую не замечаешь, как комфортная для линкора средняя дистанция боя быстро сокращается до ближней, где вдобавок к сосредоточенному шквальному огню противника очень легко угодить в торпедный сумм. И это порой заставляет вспотеть ладошки. Сохранить самообладание и контроль над ситуацией поможет большой запас очков боеспособности, хорошее бронирование линкора и традиционно мощный германский противоминный калибр. Помогает в таких ситуациях наличие снаряжения гидроакустический поиск и торпедное вооружение, которое может неприятно удивить противника в ближнем бою. В целом, помирание подходит для активных действий. Линкор может стать ядром атакующего соединения, продавливать направление, поддерживая свои лёгкие силы. А также вполне способен в одиночку довольно продолжительное время удерживать тактически важный район, блокируя наступление противника. Теперь немного о навыках командира и модернизациях корабля, которые помогут раскрыть потенциал германского линкора наиболее широко. Имея командира с 10 очками, рекомендую обучить его навыкам приоритетная цель — отчаянный суперинтендант, мастер маскировки. Для командира с 19 очками к только что перечисленному добавьте противопожарную подготовку, основы борьбы за живучесть и мастер-наводчик. Модернизации вполне традиционны. Это основное вооружение модификации 1, система борьбы за живучесть модификации 1, система наведения также модификации 1, система борьбы за живучесть модификация 2, система маскировки модификации 1 и орудия главного калибра модификация 3. Как понятно из рекомендованных модернизаций и навыков командира, этот корабль создан для того, чтобы находиться в центре сражения, доминировать над силами противника и подавать пример соратникам. Задача эта непростая, рискованная и придётся побороться, но от этого вкус победы слаще и приятнее. Удачи вам, командиры! Продолжение следует...